За минувшую неделю привлекли к ответственности 25 пешеходов. Все переходили улицы в неположенных местах, что чревато травмами и трагическими происшествиями. Трое пострадавших в столкновении на Лермонтово. Мужчина на Toyota RAV4 двигался в сторону села Утесного. При повороте налево не уступил встречке. Дальше сильный удар с Toyota Caldino. У автомобилей внушительный урон. У зачинщика аварии сотрясение мозга и перелом костей таза. Во второй машине у людей тоже множественные переломы. Ребенок оказался под колесами автомобиля. На улице Краснознаменной в районе 112 дома мужчина на Mitsubishi Colt нарушил правила дорожного движения. На зебре не уступил дорогу пешеходу. Девочка переходила проезжую часть по всем правилам. Несовершеннолетняя отделалась испугом и незначительными травмами. На Чечеринском мосту не разъехались Prius и Airwave. Автоледи на Toyota нарушила полосность движения, оказавшись перед бетонным блоком и, видимо, намеревалась объехать. Однако у водителя Honda были свои планы и нежелание пропускать. К слову, мужчина двигался без нарушения правил. У людей травм нет, а вот транспорт значительно пострадал. Серьезное столкновение в районе Мегастроя. Парень на Vista выезжал со второстепенной дороги и по всем нормам обязан был пропустить X-Trail на главный. Однако попытался быстро завершить маневр, что привело один автомобиль в раскуроченном виде на обочину. Второй надолго сковал дорогу в пробке. Обошлось без пострадавших. Практически лобовое столкновение двух грузовиков. В районе 108-го дома Параковской мужчина на Kia Bonga выехал на полосу встречного движения и на приличной скорости врезался в Volvo. У зачинщика аварии практически снесло переднюю часть кузова. Мужчина госпитализирован с сотрясением мозга и множественными переломами. У второго транспортного средства повреждение переднего колеса и бампера. Авария на перекрестке неравнозначных дорог. Водитель Honda Fit направлялся в сторону Коршунова и со второстепенной выехал на главную, проигнорировав требования знака. В итоге столкновение с джипом. Виновник ДТП получил сотрясение мозга. Во втором автомобиле обошлось без травмированных. На неделе только один пострадавший пешеход. Неплохой показатель для уссурийска. Не стоит забывать, сегодня первый учебный день в школах после каникул. И водителям, и пешим участникам дорожного движения стоит быть более бдительными. Продолжение следует...